Леопарды разных модификаций стали применяться с начала контрнаступа в СУ. И в первый же день Минобороны России сообщило, что уничтожено 8 леопардов и большое количество БМП Брэдли американского производства. А дальше больше. Уничтожившим леопарды бойцам вручили сертификаты на 1 миллион рублей. Эти выплаты дополнительные, как объяснили в военном ведомстве, за личное уничтожение или захват техники врага. Вами в очередной раз развеян миф о высоких характеристиках натовской техники и доказана мощь, сила и непобедимость русского оружия и русского боевого духа. За счёту зала вручаю сертификат. Спасибо за успешно выполненную боевую задачу. Командир расчёта ПТРК «Корнет» с позывным «Помор» уничтожил немецкий танк с первого удара, который, говорит, горит, как бенгальская свеча. Подъезжали танки «Леопард». Я уже находился на позиции. Одним выстрелом уничтожил первый танк. Второй танк начал откатываться после взрыва БК первого. Выпустил одну ракету, уничтожил танк. Как бенгальская свеча загорелся. Вот и всё, в принципе. Владелец русской медиагруппы Владимир Киселёв накануне на премии «Золотой граммофон» пристыдил своих коллег и народных артистов, которые не поддерживают российских бойцов финансово, и пригласил на сцену участников СВО, чтобы вручить военным денежные сертификаты за подбитую технику врага. Зал аплодировал им стоя. Никогда не надо забывать, кому мы обязаны быть в тёплой Москве, проводить эти концерты. Мы обязаны нашим героям. Это ЛЕН-ТВ-24. Я Гульнара Хабирова. Хочу отметить ещё один явный успех Вооружённых сил России на уходящей неделе. Это взятие под контроль населённого пункта Хромова, расположенного на западе от Артёмовска. Бои за Хромова длились середины весны. Вагнеровцы пытались его взять, чтобы перерезать снабжение украинских сил. Подразделением ВС России удалось это сделать. Теперь дорога в Часов-Яр под плотным российским огнём. Опираясь на этот посёлок, противник удерживался буквально на окраинах Артёмовска. Теперь же после нашего контрудара, который привёл к освобождению Артёмовского и ещё достаточно существенных территорий к северо-западу от города, мы укрепили свои позиции именно к северо-западу от Артёмовска. И у нас создаются предпосылки для дальнейшего развития наступательных операций в направлении Часов-Яра и для освобождения Ивановского. Это другой важный посёлок, который находится южнее Артёмовского, на юго-западных окраинах города. Так что для нас это существенный практический успех. Для противника, соответственно, это неудача ощутимая. Появились кадры высадки штурмовых групп десантников на позиции ВСУ в Хромово. Высадились, зачистили и удержали, сообщает телеграм-канал военнослужащих. Также у российских бойцов есть значимое улучшение тактических позиций в районе Богдановки. Россияне готовятся штурмовать этот населённый пункт. Он, к слову, находится в западнее Артёмовска. Артобстрел позиций ВСУ около Богдановки покажем. Также продолжаются атаки в районе Клещеевки. Ну а украинский президент Зеленский тем временем пытается поднять боевой дух остатков своей армии на Купинском направлении. Судя по видео, получается у него это с трудом. Они защищают мирное жизни в Украине, на Харьковске, тех людей, которые, понимаете, что без вас у них не будет даже того, мирного жизни, даже такого сложного, но тем не менее, на возможности жить, працювать, научиться. Ну а как будут развиваться события дальше, скоро узнаем. Обязательно всё покажу. Подписывайся на наш канал. Подписывайся на наш канал.